здравствуйте друзья сегодня я хочу познакомить вас с сервисом народный мониторинг народмон.ру вот это сайт так и этот рассказать как это показать рассказать как это работает давайте посмотрим маленькие видео потом продолжим итак друзья сегодня я хочу познать познакомить вас народный мониторингом народмон.ру как бы вот это сайте и как пользоваться ну так этот маленький такой проектик взял но это не для повторения для познакомления как это все работает я первый вот идеал зарегистрировался прошлым году на этом сайте но этот сегодня как первые попробовали это получилось и покажу как это все работает ну здесь этот я как бы на фл прок все делаю и фл прок поддерживает вот этот народный мониторинг там есть специальный блог для этого народного мониторинга я на компьютере покажу как это подключить настроить но здесь покажу данный момент вот у нас arduino 1 вот этот модуль шильд W5100 эзерный шильд при помощи вот этого шильда подключается вот это подключается к интернету и суд данные передают через каждые 5 минут данные температуры и влажности передают народный мониторинг вот датчик tht 22 здесь для наглядности показывает вот это температура и влажность даже тяжелые этот данные через каждые 5 минут сейчас и по времени сейчас посмотрю 1631 это 19 19 апреля 1631 потом этот на там покажу на сайте вот эти данные там и этот то есть вот это как вот типа такой шильд может некоторые не знают вот отзывается на ардуину или на мега так вот так вот это шилд это ардуину отзывается сюда и этот для вот это связи с этим и локальной сети как бы желт здесь отсюда подключается к локальной сети можно и на мегу тоже там подходит на мегу но я хочу сказать что вот если на ардуину ардуину ну вот это подключаем здесь некоторые ввода уже не может использовать на ардуину но но это четвертый ввод четвертый ввод для вот это здесь есть место для sd-карты по моему sd-карту там на четвертом вводе стоит и до 9 ввода можно использовать кроме 4 после 9 опять нельзя использовать то есть до 9 вывода и этот аналоговый вход тоже можно использовать это суть сейчас это не передается туда я сейчас на компьютере покажу вот это как подключить это все как настроить и как это все работает остальные на компьютере так теперь давайте это зайдем на этот сайт вот сейчас этот сайт и народного мониторинга народман народман точка ру здесь и тот датчик который я делал данный передает вот это датчик вот который я установил это сейчас нажимаем и посмотрим что температура показывает 25 и 7 градусов 17 последний раз вот 17 20 то есть это два минута прошел вот видите 17 22 здесь и этот влажно 17 12 7 вот это процентов здесь можно график посмотреть вот и что изменится вот посмотрим его подключил вот это 15 05 подключили температура вот как била я здесь окно открыл немножко охладился вот пас вниз пошел потом окно закрыл вот вверх и так вот когда там сколько я сказал 15 31 пил вот это вот где-то здесь было вот там показал вот после этого видео вот сколько прошел вот это показывает и сейчас последнее вот это 17 20 как бы то здесь график показывает вот это тоже график влажности но влажность у нас здесь тоже когда окно открыто было это время немножко изменился что-то и вот мы и опять ведь и ровно идет тут изменения нету таких сильных и так и вот это можно разместить на карту вот можно разместить на карту то есть для чего нужно вот допустим то есть размещать и на к карту и доступ можно делать как этот приватный для себя только вы можете наблюдать или для общего и можно и как бы чтобы все смогли посмотреть и тут допустим как я пользуюсь этим так примерно вот посмотрите здесь что можно это делать вот это самара у меня тут где-то в этом районе вот это находится как бы дачный участок находится ну летом я сейчас туда езжаю там кое-что сажаю и рядом со мной не рядом от несколько километров 5 от меня вот радиолюбитель какой-то установил вот этот датчик который показывает постоянно температура вот посмотрим так rz4 hp вот видимо радиолюбитель позывный свой позывной указал и вот этот датчик установили и этот все могут смотреть и давайте нажимаем и здесь график показывает во сколько какая температура была то есть это можно смотреть ночью температура опустился ниже там это осенью или весной что там может то есть поэтому датчику я сейчас смотрю и знаю там что у меня на даче там это заморозки были ли еще вот можно так использовать нужно по-другому все возможные датчики можно тут это подключить давайте в фл прок покажу вот это как делаться и этот потом побои еще этот подробнее там покажу как это настроить так открываем фл прок то есть здесь не только датчик температуры влажность я все возможные вещи можно передавать там разницы нет учетом на цифре какие передавать то есть счетчик воды можно устанавливаться можно электроэнергии там или еще что-то и этот удаленно наблюдать то есть вы не может там ничего не изменят просто можете наблюдать что там происходит и там еще с функция из течение вот установите течение какого-то времени если ничего не происходит у водам уведомление к вам приходит видимо на электронную почту вот этот давайте вот откроем вот это и посмотрим так или у меня там это готовый бель но давайте я сейчас заново какой-то сделаю покажу как вот это давайте новый сделаю но там не будет совпадать но я так контроллер выбираем допустим у меня ардуино но выбираем готова и датчик подключу покажу как это все настроить так сейчас откроется немножко долго открывается то есть там не только вот это можно и камеру вот айпи адресом камере подключить это зарегистрироваться надо на этом сайте камере подключить можно наблюдать там айпи камеру или температура влажно что хотите так здесь вот смотрите если вот где готовы сервисе 1 рудман точка руес сюда перетаскиваем так мне необходимо было наверно тут старый проект тоже там какой-то вещь изъехал давайте этот проект тоже открою на всякий случай а то там есть одно так сейчас вот это откроем то есть айпи адрес который там не совпадает поэтому так теперь вот давайте проект создадим давайте этот датчик поставлю датчик температуры и влажности вот отсюда нет этот датчик так у меня там датчик 22 пила вот допустим его подключим у меня подключена была там пятом цифровую пину вот как я вам сказал здесь но видите все доступны как бы но на самом деле вот это некоторые вот когда используем некоторые недоступны 5 пин у меня была подключена выход температуре и влажности так готова так и здесь тоже давайте добавляем устройство так здесь только можно вот это к сожалению вот это только w51 но но можно только добавить влажал но ничего не сделать так и здесь надо сгенерировать мак адрес или свой который вы часто пользуете на этом этот оставить вот я сгенерирую вот какой-то вот мак адрес вот как раз то что у меня там было вот это и сгенерировался и здесь это айпи адресе вот это получение айпи адреса по дарси пи вот так делаю у меня локальной сети подключена поэтому так и это там и посмотрите здесь такой вещи с видите вот это айпи адрес и вот народман точка ру но этот айпи у меня не работал я в фл прок форуме там читал там какой-то айпи адрес биле тот сейчас вот давай покажу так давайте отменим это так здесь я видите установил вот это айпи адрес вот это работает а я даже тут это и сохранил айпи адрес ну ладно давайте там опять туда вот это вот это добавить опять сгенерировать здесь уже другой получился но не имеет значения только показывать как это так получение айпи адреса по дарси пи то есть это айпи адрес вы из своего роутера будет получаться то есть роутер будет опознавать вот это там и маг вот маг устройство то есть вот то что здесь генерировано или какой вы этот маг устройство здесь добавили вот этот номер вот отсюда маг карты нажимаем можно ручной вот отсюда можно так нажимаем и вот это сюда то есть это мог и здесь видите через каждые пять минут отправляет меньше нельзя по моему там рука за это чтобы вот это каждую минуту каждую секунду цела так нельзя вот пять минут минимальный надо ставить если 5 это много можете 10 минут или сколько там но не меньше и порт 8283 так теперь нам надо входит добавить то есть вот это устройство вот это вот с этим маг адресом давайте это маг адрес ну или не надо там так нет надо скопируем копии здесь сохраню пока вот маг адрес нам необходимо будет так это пускай здесь будет так теперь надо добавить входы у нас два входа температура и влажность входе видите здесь добавим вход называем вход температура допустим температура и здесь индификатор на сайте и то есть посмотрите вот этот маг адрес нам надо туда добавить маг адрес но у нас видите там несколько штук там и температура и влажность и еще можно множество тут добавить к этому устройство что передавать то есть вот это индификатор сюда добавляем и для температуру здесь единица добавляем он будет там определяться уже вот это как первый вот это готов видите он здесь добавился добавить еще один вход а это уже у нас будет влажность влажность и индификатор тоже добавляем вот маг адрес и здесь уже двойку добавляем готова видите и все готова у нас это все получилось вот это влажность усоединяем эту температуру здесь этот константу постоянно чтобы включена была через каждые 5 когда постоянно включена через каждые 5 минут вот потом и все все готова у нас это надо к локальной сети подключать у меня к локальной сети там подключена арту и это надо загружать в arduino uno и все здесь готова а теперь давайте на сайте посмотрим там как это надо то есть вот я уже с вами профиль нахожусь но если вы не за зарегистрирование здесь есть зарегистрироваться то есть зарегистрировать и там этот себе вот этот как его надо там ямаль свой и поставить и на ваш ямаль вот приходит письмо с этого сайта когда зарегистрируетесь там пароль пароль и этот ямаль то есть заходить при помощи вот этого пароля но я уже зашел не буду это делать это просто так теперь здесь видите мои датчики вот мои датчики вот два датчика здесь показывает температуру вот влажность показываете температура но первоначально когда у вас не ничего не будет вот этого не будет только вот эта часть будет вот эта верхняя часть здесь надо добавить устройство вот добавить и здесь надо добавлять вот этот mac адрес вот этот mac адрес который там у вас сгенерировали вот этот mac адрес надо сюда добавить окей нажатый у вас этот будет то есть я уже добавил и у меня вот mac адрес такой видите 94-44 то есть влажность температура, вот два цифра передаю сюда, там если побольше будет, там уже это соответственно побольше будет, если входов 3 будет, 4, 5 10, и здесь тоже будет это показывать, и здесь вот это где адрес, вот нажимайте адрес и добавляйте адрес где находят вас датчик, у меня датчик находится на Губаново 3 в городе Самаре, это здесь мой офис находится, то есть отсюда данные передаётся, и на карте на карте, видите мой датчик так, приватный датчик то есть кроме меня никто не может смотреть, и вот это, увеличиваем 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 и всё здесь видите уже на карте вот это Губаново 3 вот здесь находится датчик то есть привязывали датчик к этому устройству то есть привязывали датчик вот то, что вот это было сюда, и здесь ещё такой момент есть, вот посмотрите, вот датчик так, здесь есть момент, видите, здесь у нас влажность передаётся в процентах но если вместо влажности, вот к этому выходит что-то другое, допустим напряжение или мощность или, там подключить цифры, допустим от счётчика воды или от электрического счётчика Здесь есть такой вот, нажимаем, нажимаем и отсюда вот можно, что у нас, если силу тока измеряем, там это ставим, напряжение, напряжение, радиация, радиация, то есть всякие вещи. Или пользовательский, когда пользовательский нажимаем, может здесь в этом списке нету, уже ваш там будет. Вот нажали пользовательский, и здесь уже ничего нету, то есть здесь, допустим, на что будет, допустим, ну пускай что-то будет, что там будет, ну допустим, пускай ВОЛТ будет. Вот. ВОЛТ будет. Видите, 12,7 ВОЛТ, то есть я хочу это сказать, что вот это не имеет значения, там оттуда что передается, то есть через этот вход можно всякие вещи передавать, здесь вы напишите, что там необходимо, и отсюда видите, можно приватный, то есть только вы будете публично и отключен, можете отключить, если нету необходимости. И здесь тоже опять, вот у меня влажность, вот влажность сделаю, вот теперь влажность показывает. Здесь адрес, здесь показывает вот это, географически эти вещи, это я отсюда удалю, это уже не будет, я просто там показал, так что эти данные уже не будет действительны через некоторое время. Так. Отсюда видите, и можно и камеры добавлять, и что хотите. Вот таким простым способом, это все очень просто, вот добавляйте, и это, какие данные через интернет уже удаленно можете этот, наблюдать, да, я там, вот этот момент хотел еще вам показать. Так, профиль, мои датчики, и здесь видите, уведомить при неактивности, то есть здесь, если поставить 10 минут, 15, 20, 30 или сколько минут, если что-то у вас неактивно становится, допустим, там напряжение пропадает, и все, уже этот, не работает, там уже вам уведомление приходит, я думаю, наверное, по почте, я это не попробовал. Попробовал, и этот, вы будете знать, что там что-то произошло. Таким образом. То есть здесь очень всевозможные вещи, не только вот это, вот показания надо смотреть, но здесь и обратно, по-моему, отсюда еще при помощи вот этого сайта управлять, но я этого не дошел еще, просто я сегодня впервые вот это попробовал, как это работает, и я думаю, многим интересно будет, установили датчик, допустим, на даче или где-нибудь, и будете знать там, что происходит, или в вашем доме, там, или температура, или что-то, если что-то изменится, будете знать. Так, вроде, все, о чем я хотел вам сказать, спасибо за внимание, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok